В эфире «Особое мнение», добрый день, здравствуйте, меня зовут Владимир Сметалин, со своим особым мнением сегодня в нашей студии Олег Кассин, президент, представитель правления Кировского фонда поддержки предпринимательства содействия, руководитель экспертной группы Кировской области агентства стратегических инициатив. Здравствуйте. Добрый день. Напомню нашим слушателям, что на сайте Кирова.ру есть аудио и видеотрансляции нашего эфира, кроме того, вы сможете задать вопрос. И можете задать вопрос гостю «Особого мнения» с помощью специальной формы. Позвольте, я с вопроса начну. Конечно. Есть вопрос, я задала вам этот вопрос. Наша слушательница по имени Екатерина, она спрашивает у вас, Олег, поддерживаете ли вы требования скорейшей отставки премьер-министра Дмитрия Медведева? Ну, вы в курсе, да, о чем идет речь? Да. На сайте change.org размещена соответствующая инициатива. У меня было время взглянуть на этот сайт, посмотреть, сколько уже голосов она набрала на данный момент. 252 тысячи голосов премьер-министра. Такое количество недовольных его действий. Ну, тут известно, что послужила отправной точкой. Это его последнее заявление о том, что если учителю хочется зарабатывать больше денег, а не 10-15 тысяч, то педагог должен идти в бизнес. Вы разделяете? Какое требование? Вы знаете, очень, я думаю, что хороший дельный совет, и Дмитрий Анатольевич мог бы сделать себе карьеру на ниве консалтинговых услуг. Поэтому, ну, можно подписать это обращение, да, и посоветовать ему точно так же построить карьеру, ну, вот, в бизнесе. То есть вы, по большому счету, разделяете? Да, по большому счету, да. Недовольственные людей, вылившиеся в петицию. Я поддерживаю эту оценку деятельности главы правительства Российской Федерации. Потому что, ну, за последнее время, за последние годы мы стабильно, главное слово, стабильно катимся вниз. Этого не должно быть. Должны быть сделаны орг-выводы. И если, значит, граждане Российской Федерации посоветуют этот выбор сделать, я в этом ничего плохого не вижу. Я думаю, что это даже очень замечательно. Если решить вопрос, личная роль, личная деятельность премьер-министра для бизнесменов, для предпринимательства, как она в последние годы? Ну, в последние годы вообще мы побили, по-моему, все рекорды по поводу запретов. Нужно уже принимать следующий закон. Запрещать, запрещать. Вот это вот, мне кажется, объективная оценка данной ситуации. Да, в первую очередь, вы тут говорите о деятельности Госдумы, да? Да, и Госдумы тоже. Для нас ведь не секрет. Большинство законов и проектов законов для нашей партии власти готовятся в недрах правительства Российской Федерации, которые они послушно поддерживают и, значит, выносят на голосование, и также послушно голосуют. Причем не сообразуясь с какими-то объективными ситуациями, которые сейчас складываются и в стране, и в мире. Многие сейчас возлагают на такие большие надежды, на то движение, которое возглавляет полномочия по защите прав предпринимателей, да, Борис Титов? У вас есть такие положительные видения? Ну, если попадет он в Госдуму, то... Да, более разумные программы, чем программы экономического роста, партии Роста, я вообще-то за последние годы не видел. Кроме всего прочего, ведь надо сказать, к чести партии Роста, что эта программа разрабатывалась на нейтральной площадке. Туда привлекались эксперты, бизнес-сообщество, да и вообще люди делали, люди профессионалы своего дела. На площадке Столыпинского клуба. Поэтому брали мировой опыт, применяли его здесь. Что мы в принципе для Кировской области на своем уровне, да, мы делаем и предлагаем. Так что тут полностью и целиком обоими руками за. И призываю коллег, друзей, экспертов рассматривать эту программу и руководству ЦИИ. Ну, вообще есть у вас надежда, что новый созыв в Госдуму, он будет как-то более внимательный, в положительном смысле относиться к проблемам бизнеса? Я в этом не просто, я в этом уверен. Новый созыв действительно даст новую молодую кровь для Государственной думы и, соответственно, будет приниматься и решение адекватное для ситуации в стране. Более того, скажу, что мы здесь на своем уровне, опять же, для этого делаем все от нас зависящее. И вот в субботу... Ну, например, расскажи о своей деятельности. Например, скажем так, от последних событий в субботу, то есть 6 августа, я получил удостоверение кандидата депутата Государственной думы по 106-му Кирово-Черпецкому избирательному округу. Безусловно, мы не можем не поговорить о вещах, которые интересуют многих из нас, я имею в виду, это такая неожиданная смена головы региона. На Ваш взгляд, что это значит для бизнеса? Реализуемые инвестиционные программы, те, которые бы могли запуститься, что с этим сейчас будет? Вот, если позволите, то я бы не согласился с тезисом о неожиданности. Вы же помните, как только Никита Юрьевич прибыл в наш регион, руководитель нашим регионом, то каждый год, да не по одному разу, высказывалось с разных сторон предположений, слухов и так далее, о скором его уходе. Поэтому, в принципе, отставка его ожидаемая, но вот повод, послуживший для этой отставки, он действительно для всех оказался неожиданным, кто бы что ни говорил. А что касается ситуации, сложившейся для бизнеса, для реализации инвестиционных проектов, это, конечно, негативная ситуация. Бизнес простраивает свои планы, средние и крупные, как минимум в горизонте планирования 5 лет. Поэтому резкая смена высшей власти в регионе, конечно, настораживает, и даже мы по своей деятельности видим, что те проекты, которые мы инвестиционные и предпринимательские ведем, они, предприниматели, я имею в виду, насторожились. Давайте по конкретному поговорим, какой-то возьмем для примера один из проектов. Слушайте, вот конкретно не готов вам говорить, потому что есть определенные обязательства, и мы, как консалтинговая структура, мы, безусловно, интересы. Ну, вот давайте скажу следующий момент, например, есть предприятие, большое, торговое, динамично развивающееся, которое... Есть в наше время такое предприятие. Вы поверите, не поверите, но и есть. Все продержаваются на достижение потребительского спроса. Ну, вот те компании, которые сотрудничают с нами, уж не сочетитесь за рекламу, те динамично развиваются, наверное, совпадение. И что с ней? Так вот, у них был на поездке дня проект большой, федерального даже значения, тот, который бы мог стать притяжением, точкой притяжения для, скажем так, для нашего региона, в том числе и внутренний туризм, да и образовательный кластер, условно говоря. В общем, такой комплексный. Да, комплексный проект, они его приостановили по одной простой причине. Потому что были договоренности с бывшим, значит, главой Кировской области Никитой Юрьевичем. Личные. Личные в том числе. Поймите, ни один бизнес-проект более или менее серьезный, без личных или личного участия, или курирования. К сожалению, вот у нас в Кировской области, я не знаю, как у соседей, возможно, это есть, хотя вряд ли он не реализуется. В любом случае, для бизнеса что важно? Гарантии. Гарантии, что завтра не придут, не отнимут. Гарантии, что условия не изменятся. Гарантии, что там и государственная поддержка в том числе будет осуществляться. Эти гарантии может дать глава региона. А, кстати, как вы оцените вот эту деятельность уже бывшего экс-губернатора, когда он ездил и сам лично договаривался о многих вещах и представлял Кировской области и так далее? Это нормально? Это абсолютно нормально, глава региона, высшее должностное лицо, он должен представлять регион, в том числе и во взаимоотношениях с федеральными властями, в том числе и с бизнесом. Это абсолютно нормальная практика, так должно быть. Ну, раскройте тайну, вот этот проект, да, без названия мы сейчас вам представили, не единственный, кто тоже оказался в такой замерзшей ситуации? Конечно, не единственный, там порядка. У нас сегодня на повестке дня пять предпринимателей, в том числе и иностранные, которые действительно сейчас выжидают, смотрят на действия нового главы региона. Причем, что не очень хорошо, что, конечно, он в Рио, но закон есть закон. Это тоже зыбкая такая почва? Ну да, год. У нас есть год, за который нужно что-то добиться, что-то достичь, это бизнес так думает. Но, к сожалению, опять же, повторяясь, средний и крупный бизнес, там, мы планируем как минимум в горизонте пять лет, но никак не на год. А на этом среднем и крупном бизнесе завезаны более какие-то мелкие предприятия? Естественно, но ведь у нас как экономика построена, да, есть там госкорпорации, есть госбюджет, дальше денежные потоки, это экономическая активность приходит в регионы, там средние предприятия, а у средних предприятий уже рядышком концентрируются малые и микропредприятия. Это такая ситуация. Если говорить о примерных цифрах, объемах инвестиций, можете поделиться, сколько денег хотели бы вложить в наш регион? Ну, оцениваем... Те проекты, о которых вам известно. Это цифры не абсолютные, да, это оценочные, порядка 25-30 миллиардов рублей. 25-30 миллиардов, ну, практически половина, даже больше половины бюджета Кировского. Ну, я опять же повторяюсь, это горизонт планирования где-то пять лет. Где-то 10, где-то 15. Поэтому, ну, вот если мы так растянем, это, конечно, не ахти, какая огромная сумма получается в год. То есть сейчас в чем основная задача-то заключается, чтобы бизнес понял, как к нему будет относиться временесполняющая обязанность? Да, я бы... Ты обозначил свою позицию? Я бы сказал, там, в трех направлениях им нужно понять, что делать. Первое, это стратегия региона, будет ли она меняться, она будет меняться точно. Ну, вот как она будет меняться, это, конечно, сейчас еще вопрос. Второе... Стратегия что вы имеете? Стратегия инвестиционная и экономическая в регионе. Новый глава пришел, то есть он будет формулировать и формировать стратегию региона. В каком направлении будет развиваться там инфраструктура, та же. Бизнес хотел бы прийти на готовую инфраструктуру и реализовывать свой бизнес-проект, то есть получать доход и, конечно, уплачивать бюджет, налоги, сколько положено. Второе, это гарантии, будет ли гарантом, действительным гарантом вступать глава региона. Потому что ты все строишь, там, поднимаешь бизнес от идеи, там, до уже какого-то практического воплощения, когда он начинает принесить доход, и тут у тебя его отнимают. Ну, это никому не нужно, это никому не понравится. И третье, конечно, условия ведения бизнеса. Что я тут имею в виду? В том числе и господдержка, например. За последнее время, там, вот буквально в течение прошлого месяца, вы знаете, был изменен список, например, инвестиционных проектов, приоритетных в Кировской области. Их 24 было? Было 24. В октябре прошлого года. Да, сейчас меньше, по-моему, порядка 20-18, сейчас, в общем, сократился. Дальше. У нас же порядок изменился и налоговых, и предоставление налоговых льгот. Сейчас с каждым инвестиционным проектом правительство Кировской области заключает инвестиционное соглашение. Это само по себе неплохо. И это само по себе, возможно, будет хорошо. Но это изменение. Еще раз повторяю, что бизнес очень чутко к этим изменениям относится. Как только пошли изменения, значит, изменения и в их проекте. Корректировка. Корректировка, да. Примерно так. Так, ситуация такова. У нас сейчас небольшой перерыв, после чего особое мнение продолжится. Напомню, что сегодня вы слушаете особое мнение Олега Кассиева, президента, председателя правления Кировского фонда поддержки предпринимательства содействия, руководителя экспертной группы Кировской области, агентства стратегических инициатив. Мы тут беседуем. Вместе с тем, за окном такая буря разыгралась. Это же жутковато становится. Просто мы сейчас говорили в перерыве о том, какое лето, да и ничего. Все, он хорошее. Ладно, мы дальше. Хочется поинтересоваться вообще вашими первыми впечатлениями о временно исполняющем обязанности руководителя Кировской области. Мы следим, естественно, за тем, что он делает. Буквально с минувшей выходной, и субботы, и воскресенье, Игорь Владимирович провел в рабочих поездках. Суббота Кирово-Чепецк, воскресенье Слободской. Какое вы уже мнение составили о бывшем руководителе Росрегистра? Ну, трудно, конечно, говорить. Вот сейчас попрошется и всего лишь неделя. Все-таки надо ориентироваться на те результаты, которые были достигнуты. Но промежуточные результаты, как некие промежуточные результаты, в принципе, есть. Мы внимательно изучили, чем действительно занимается господин Васильев, не ориентируясь на пресс-релизы, интервью и так далее. Мы проанализировали те документы, которые он подписал за эту неделю. Там порядка 36 документов, которые он точно лично сам читал, подписывал. Я не имею в виду проекты законов, которые давно-давно там уже лежат и так далее. Так вот, примерно удалось разложить на четыре направления те вещи, которым он уделяет точно большое внимание, над которыми он работает. Поделитесь с ними. Первое. Он, ну, и это нормально, я думаю, что работает с организационной структурой. С кадрами? С кадрами. Ну, вот кадровых решений-то, конечно, таких значительных не было еще. А разве это не будут? Вы знаете, я их не могу прогнозировать, я не знаю. Дальше он очень внимательно относится, я так понимаю, к финансам. Потому что ряд документов, которые он подписал, направлены именно на контроль финансов. Те вещи, которые еще не готовы, которые он не готов, видимо, контролировать, они-то приостановлены, например, порядки некоторые, определения, например, стоимости госуслуги, потребности госуслуг автономными государственными учреждениями. Значит, на третьем месте нашего рейтинга некого, которому удалось, как ни странно, образование, госпрограмма была, подписаны изменениями, и культура. И совсем чуть-чуть работали с экономическим блоком. Вот, примерно, вот такой перечень и список, значит, работ, которые ведет исполнительная обязанность. Я думаю, что это абсолютно нормально, то, что его интересует, то, чем он точно готов заниматься. Вот он это сейчас сразу же начал делать. Дальше посмотрим. Он декларировал там медицину, пока вот мы не нашли, может быть, пропустили. Но, что касается работы в области здравоохранения, пока мы не увидели ни одного подписного документа. Возможно, они готовятся. Дороги он еще финансировал? Ну, да, дороги, но это в рамках финансового контроля, в рамках, там, аудита и внутреннего контроля средств, которые бюджетны в Кировской области. И я думаю, что это, видимо, туда вошло. Ну, вот в основном, скажем так, сказывается, видимо, его бэкграунд работы в счетной палате. Он занимается, как раз, вот этими внутренними вещами. А вообще, это такой вполне себе хороший опыт для нынешнего уже руководителя области. То есть, предыдущая работа в системе Аудита, в Росреестре. Это то, что нужно для руководства области, на самом деле. Ну, однозначно вызывает уважение его опыт работы в Росреестре. Потому что ту структуру, которую он принял, заходя на эту должность, и которая стала, это две разные структуры. Тут был внедренный принцип территориальности, когда ты не привязан к какой-то территории, можешь из другого региона регистрирующие действия провести. Это все интернет-площадки. Конечно, конечно, да. Что называется компьютер вместо чиновника. Это и коррупциогенный фактор, исключается сразу же и оперативность, так как повышается. Ну, поэтому вот этот, скажем так, исторический участок его работы, ну, вот меня лично и, наоборот, экспертов он устраивает точно. Как он себя покажет и как он применит эти свои компетенции и знания здесь, в Кировской области. Опять же, давайте будем смотреть, давайте будем изучать его деятельность. Ну, вот сейчас сказать, хорошо это или неплохо, надо результаты посмотреть. А что Вы бы посоветовали в РИО перенять, положительному, безусловно, перенять из опыта работы предыдущего? Это неожиданный, конечно. А я задавал, кстати, многим уже этот вопрос. Люди отвечают, ну, в первую очередь, публичности некой. Ну, знаете, публичность, публичность и рознь. Например, тот же Васильев там реализовал у себя в Росреестре поток прямых обращений. Да, действительно, когда он лично сам отвечал, в данном случае тут у Никиты Юрьевича декларировалось это все, и да, действительно, вот, ну, мне это грех жаловаться на все вопросы, там, запросы, наши предложения, мои лично. Он отвечал, и там проводились какие-то действия. Устраивали они меня, не устраивали другой вопрос, но точно замечались. То есть, как это делается по отношению других людей, ну, мнения разные, всякие говорят. Ну, я думаю, что активность, активность, неравнодушие к проблемам области, наверное, вот это. Ну, когда Аполл Прец, президент ПФО Михаил Бабич, да, представлял Василию, он говорил, что наша самая главная задача – это вернуть доверие, да, людей, жителей Кировской области с известными произошедшими событиями, и сам уже в Рио сказал, что да. Вот каким образом, да, верить нужно? Зачем? Ежедневный, с утра до вечера, работай. Результативный, чтобы все почувствовали, если, значит, Васильев занимается дорогами, значит, дороги стали лучше не раз в пять лет, латание дыр, а действительно, каждый год, осенью и весной. Чтобы зимы стали у нас холоднее, чтобы не было оттепель. Ну, слушайте, это, я думаю, что никак раз точно не в его власти, но я думаю, что технологии современные позволяют нивелировать вот эти холодные зимы и так далее. И есть у нас, в конце концов, холодные там скандинавские страны, где с этим тоже все нормально и все хорошо. Но в целом я чувствую Вас настроен на работу при новом главе региона, так как плачет. Вы знаете, мы работаем не с личностями, мы точно работаем с институцией. Поэтому, кто бы ни возглавлял регион, мы вынуждены, и мы будем точно работать в интересах бизнеса, в интересах предпринимателей, простых жителей Кировской области в конечном итоге. Поэтому, ну уж, Васильев там или Белых, сегодня, Васильев, сегодня будем с ним точно работать, конструктивно, ну, как, впрочем, из Белых, предлагая решение конкретных вопросов. Ну, в соответствии с нашей, конечно, компетенцией. У нас есть еще 2-3 минуты до рекламы. Я хотел бы затронуть тему конвента моногородов, который прошел в нашем городе 2 августа. На прошлой неделе вы, кстати, участвовали. Вы участвовали, вот, Вашими глазами, вот, именно вот эта сфера, когда, да, сотрудничество с Федеральным фондом развития моногородов, который уже выделил деньги на Лузу и Белую Холуницу, верный путь диверсификации экономики этих городов? Грех отказываться от дешевых федеральных денег. Другой вопрос, как они будут реализованы. А что касается конвента моногородов, вот, за последнюю неделю, за прошлую, за прошедшую неделю, что два замечательных их события в новом формате. Не в формате посидеть, поговорить. У нас таких мероприятий очень много. Почитать получается, но у меня тоже на этот есть свой взгляд, но, тем не менее. Вот конвент моногородов, когда 11 глав муниципальных образований, монопрофильным типом экономики, собрались и действительно попытались что-то сделать. Я в этой работе участвовал, и мне понравился очень их настрой. Также там были бизнесмены, которые точно так же готовы работать. Понимаете, будущее у Кировской области есть, но любая работа, и я с этим согласен, там, с докладчиками на этом конвенте, на этом мероприятии, там были очень интересные люди, точно нужно строить свою работу с учетом интересов экспертного бизнес-сообщества и жителей Кировской области. И вот тогда может получиться что-то очень важное, что-то очень интересное, то, что поставит нас нагово выше иных регионов Российской Федерации. Вот точно у нас это может получиться. Только вот этот принцип надо поставить во главу угла. Не продавливать, как говорится, тупо, да? Без учета мнений. Если так прислушиваться, обсуждать. Понимаете, любое решение, в том числе управленческое, и на уровне госуправления, оно будет мертворожденным без учета мнения жителей и бизнеса, если мы говорим об экономике. Если бизнес поучаствовал в выработке этого данного решения, ну, он точно его не проигнорирует, он точно постарается его выполнить. Даже если ему будет это тяжело. О чем нам свидетельствовал, кстати, Томаш Кайзер, который приехал и рассказал, как они это делали 20 лет назад. Эти много вопросов, которые не решили 20 лет назад, предстоит нам сейчас решать. К сожалению, вот мы так немножечко отстали. Ну и как раз на конвенции прозвучала информация о том, что Ичипецк у нас претендует на очень серьезные деньги. 1 миллиард рублей, как раз таки тоже. В рамках этой работы, плюс 3-4 миллиарда инвестиций. Тоже довольно серьезные вещи. На самом деле это реальные деньги. Давайте вспомним, у нас вот Вятские поляны, которые сейчас построены, функционируют, там все работает. Румбарк? Да, про комбарк. Там потрачено было, по-моему, более 500 миллионов. Сколько с тех пор прошло? Ну, цены точно выросли там в два раза. Это определенно так. Поэтому миллиард это, в принципе, адекватная сумма. Другой вопрос, как он будет реализован? Опять же, нужно тут исходить из интересов бизнеса общества. Давайте их спрашивать, что им нужно построить, что они там готовы реализовать, какие проекты. Нужно уже иметь в виду потенциальных уже резидентов этого промпарка. Как минимум, нужно понимать, какая инфраструктура должна там быть. Если мы это все поднимем, кроме всего прочего, конечно, и жителей надо спросить, готовы ли они, как минимум, с одобрением относиться к реализованным предпринимательским проектам. Вот если все это вместе собрать, тогда получится замечательная вещь. Тогда это заработает. И инвестиции будут привлекаться. Нам пора прерваться на небольшую рекламу, скоро продолжим. Продолжается особое мнение. Сегодня это особое мнение Олега Кассина, президента, председателя правления Кировского фонда поддержки предпринимательства и содействия, а также руководителя экспертной группы Кировской области, агентства стратегических инициаций. Я еще немножко про конвент многих городов хочу поговорить. Там прозвучало предложение обучать бизнес у школьников, о чем в нашем эфире на прошлой неделе рассказал исполняющий обязанности зампреда в благослове правительства Алексей Вершинин. Чему учить, как учить, конкретика пока неясна, но все-таки вот такая тема. Нет, вещи-то очень хорошие. Ну, так или иначе, в каких-то формах, конечно, современные школьники изучают основы налогообложения, экономики и так далее. Да, основы. На ваш взгляд, более серьезное внимание нужно уделять? Нет, я думаю, что тут нужно изменить подход. Обучать бизнесу, наверное, школьников рановато, а вот рассказать... А у нас реализуемая программа всевозможной поддержки. Вот 18 лет, да, по-моему, можно участвовать? Нужны совершенно ритмы, вообще-то, на людей. Ну, конечно, там, начинать свой бизнес в четвертом классе вам никто не разрешит, но, тем не менее, хотя, наверное, есть исключения, если под присмотром, так скажем, родителей. Но мы сейчас не об их исключениях. В общем-то, нужно рассказывать школьникам и детишкам, что есть такая профессия предприниматель. Она социально важна. Почетно быть предпринимателем. Поэтому вот рассказывать и заинтересовывать их, вот эта задача. На федеральном уровне, опять же, это реализуется. Агентством стратегических инициатив очень активно строится, вводится в эксплуатацию. Так называемый кванториум для детей. Что это такое? Где по ряду направлений специальностей, современных, например, IT-технологий, строительство андроидов и так далее, ряд целых современных специальностей, которые будут у нас, по прогнозам агентства стратегических инициатив, очень актуальны в горизонте 2035 года. Этому сейчас уже мучат. Ряд пилотных проектов, там Татарстан есть, Оренбург, по-моему, есть, Москва есть. У нас, к сожалению, пока вот этого нет. Но было бы замечательно, если бы... А что мешает? Так нужны стороны, партнеры. Это бизнес, это государственная власть. Если найдут взаимопонимание, ну, прекрасно, этот проект будет реализован. И в Кировской области дети начнут оставаться. Потому что они увидят, что можно реализоваться и здесь. Не только уезжая в Москву, не только уезжая там за границу. Попытки-то были уже? Мы... Первая часть этой намекала, это как раз-таки на строительство Танториума. Да, мы в этом отношении уже начали работать. Но вот, к сожалению, ведь резкая смена руководителя региона эту работу немножечко приостановила. Но будем надеяться, что мы продолжим. Спешить не будем, но в любом случае нужно торопиться. Тем более Кировской области. При прижнем-то главе региона какие сроки отговаривались, если не секретно? Эти сроки там лежали в течение трех лет. Трех лет. Если мы начинаем в семнадцатом году, то к 2020 году можно было бы уже говорить о современном Квантореуме. С рядом специальностей, специальностей будущего даже, надо сказать. Куда могли бы приходить дети и обучаться. Уже начинать работать в команде. Реализовывать, не просто обучаться, да. А уже реализовывать конкретные проекты. Ну, конечно, на своем уровне. И у бизнеса уже, у их менторов, так сказать, была бы возможность посмотреть себе будущие кадры. Сформировать уже потребность какую-то в изучении того или иного предмета, либо продукта. Я бы сейчас хотел уйти на более высокий федеральный уровень. 100 августа, как известно, буквально позавчера, было два года с введения запрета на авоз в Россию продовольствия и сырья, которые производятся в США, в странах Европы и так далее и тому подобное. Эмбарго продлено до 31 декабря 2017 года. Удалось ли, на ваш взгляд, добиться импортозамещения за эти прошедшие два года? И какие-то процессы, что вы заметили? На самом деле импортозамещения мы, конечно же, не добились в полном смысле этого слова. Потому что и времени-то для этого было мало. И, в принципе, страна в эти санкции вошла неподготовленной для того, чтобы импортозамещать. Это вопрос, опять же, о деятельности правительства Российской Федерации. Но, тем не менее, по некоторым направлениям, по сельскому хозяйству, мы сделали достаточно большой и серьезный рывок. Это мы сейчас в масштабах страны говорим. Это мы сейчас в масштабах страны говорим. Да, там Краснодарский край очень здорово прибавил. Да и давайте так будем прямо говорить, и в Кировской области тоже молочное производство начало голову-то поднимать. Все-таки обнадеживает цифры, я боюсь изглазить так, но обнадеживает. Эти цифры еще белых Путину докладывал, да, что мы первые в стране или нет, или в Кировском федеральном округе. В стране, в стране. По темпам, по темпам природы. В стране. Мы по динамике Кировской области вообще, она как бы всегда хорошо смотрится. Отчасти это связано с низкой базой, с которой мы стартуют. Поэтому динамику показать достаточно несложно. Вот что касается импортозамещения, да вряд ли мы сейчас импортозаместились. Этот путь, он не близкий, и надо идти поэтапно. В любом случае, есть, конечно, у импортозамещения, у санкций, скажем так, есть и обратная сторона. Мы ограничили себя от доступа технологий современных и прогрессивных. То есть мы заново в некоторых случаях начинаем изобретать велосипед. Нет, вот этого не должно быть. Санкции нужно, скажем так, подходить к санкциям избирательной. Технологии можно и нужно привлекать сюда, в любом случае. А что вот касается продуктов, вот тут мы сами их сделаем, если у нас будут технологии, если у нас будут условия. Минэкономразвитие, да, не так давно привел эти официальные данные. За два последних года цены на удовольственные товары увеличились более чем на 30% при дефинфляции. В то же время ведомстве утверждают, что российский рынок смог адаптироваться к новым условиям. Импортеры переориентировались на других поставщиков продуктов и стали делать закупки по более низким ценам. А некоторые импортные товары уже зленили более дешевыми российскими продуктами. Но все-таки, несмотря на все это, многие не понимают, почему продукты-то так подорожали? Ну, слушайте, мы живем уже не первый год в состоянии кризиса, в состоянии глубочайшей инфляции, которую там скрывают, не скрывают, но тем не менее, давайте вспомним, сколько раз мы уже нащупывали дно по версии Министерства экономического развития. Мы вроде как оттолкнулись недавно от этого. Ага, а там снизу постучались, да, получается так. Поэтому ничего удивительного в том, что 30% рост цен я не вижу. Я думаю, что на самом-то деле они гораздо больше, чем 30%. И в этом смысле, конечно, все правильно делают, что не говорят 50-70, чтобы не сеять панику. Но мы все люди образованные, умные, слава богу, пока образованные, пока это можно еще получить, пока не запретили. Но тем не менее, вот ситуация-то в том, что, да, действительно, инфляция есть. И инфляция немаленькая. И это мы видим, вот опять же, по тем нашим предпринимателям, которые реализуют свои проекты. Если там полгода назад забивались одни цифры, то сейчас уже они увеличиваются иногда даже полтора раза, в том числе и за санкции. Поэтому, ну о чем тут говорить? Есть инфляция, она большая. А предпосылки для снижения тех же компаний? Да, есть. Они есть? Есть, конечно. А при каких условиях? Конечно, есть. Недавно совсем Владимир Владимирович Путин, президент нашей страны, поручил разработать детально программу экономического роста, которая разработана в противовес кудринской программе. Посмотрим. Шаг сделан. Я думаю, что ситуация будет меняться. И экономика будет выходить из состояния стагнации. Мы перестанем выживать, стабилизироваться, начнем расти и развиваться. А вот эти поправки в закон о торговле не так давно приняты. Вы изучали их? А вы имеете в федеральный закон? Да, 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 в федеральный закон о торговле, да, когда в частности с 10 до 5 процентов, ниже вот эта ставка, надбавка, которую может взимать торговая сеть. Слушайте, ну на самом деле, вот есть два субъекта. Продавец и покупатель. Вот они договариваются, а что-то им навязывать, ну я думаю, что это неразумно. Цифры могут показать какие угодно, могут дополнительными услугами добить до требуемой. Поэтому тут, вот, мое глубокое убеждение, мы все еще строим, значит, рыночную экономику. И она действует рыночными механизмами, что, конечно же, не исключает и государственного участия в построении этого самого рынка. И он не должен быть оголтелым, там, и капиталистическим, но тем не менее, есть продавец, есть покупатель, они должны договориться. И, конечно, навязать что-то со стороны, ну это весьма проблематично и вряд ли будет эффективно. Давайте еще немножко о выборах поговорим. Я имею в виду выборах и властной язык собрания. Главное, что вызвало их самый большой интерес, это «Справедливая Россия». Тройка лидеров у них на выборах в региональный парламент. Это Сергей Александрович Доронин, номер два, Василий Купрятович Сураев, который долгое время ассоциировался с «Единой Россией». Возглавлял рекорд деления «Единой России», а также нынешний член фракции КПРФ, Михаил Скворцов. Вот как там такие изменения? Слушайте, изменения, конечно, с одной стороны неожиданные, но с другой стороны мы все уже давно привыкли. И это касается, там, доброй, большей половины законодательного собрания Кировской области. Это, ну, может, и даже Государственные думы, там, такое, да, люди, куда-нибудь право делать. У нас есть, понимаете, у нас есть такие, скажем так, политики, что ли, политики обывателей. Вот им все равно, на какой кухне сидеть, им все равно о чем говорить. И мы все прекрасно знаем, что люди идут в ЗАГС собрания, в том числе и бизнесмены крупные и так далее, не для того, чтобы заниматься там политикой, а для того, чтобы лоббировать там свои интересы. Вот такие есть политические обыватели у нас в сегодняшний день, как в народе говорят, ни рыба, ни мясо. Вот это все равно, какой парт. То есть, вот ни рыба, ни мясо, да? Ну да, в данном случае. Абсолютно точно. Абсолютно точно. Если бы мы их пересадили в КПРФ, они бы и там эти слова говорили. В «Единой России» они там точно так же говорили эти слова. И все. Политический ландшафт в Российской Федерации, в Кировской области весьма и весьма неразнообразен. Все говорят об одном и том же, одними и теми же словами, не предлагая никаких значительных усилий для того, чтобы реализовать свои идеи. Ну, тут, можно сказать, на горизонте... А в итоге ведь каждый из них получает разное количество голосов. Кто-то побеждает, а кто-то не побеждает. Хотя при всем при этом говорят одно и то. К сожалению, у нас зашит такой в законодательстве ценс материальный. Почему у нас так много крупных предпринимателей? Хотя, вот знаете, я бы тоже им посочувствовал, потому что нельзя двум хозяевам служить одновременно. Ты либо в политике, ты либо в бизнесе. Одно другому весьма и весьма мешает. Поэтому, и вы знаете такие примеры. Ну, я знаю такие примеры, когда человек начинает заниматься политикой, забрасывает свой, в общем-то, хороший, прекрасный бизнес. И теряет себя и как бизнесмена, но не приобретает себя как политика. Отстал от этого берега и к другому. И к другому еще не приплыло. Поэтому, либо ты там, либо ты там. Нужно определяться. А что касается обозначенных вами тройки, ну, это все бизнесмены достаточно для Кировской области крупные. И я бы им советовал заниматься бизнесом. Ну, если бы они меня, конечно, спросили. Ну, и вот от коммунистов еще Анатолий Михайлович Чурин у нас выдвигается в ЗС на протяжении многих лет, возглавливавших об основном образовании. Многие считают, что это усилие, но от коммунистов. Вот я думаю, что Анатолий Михайлович весьма и весьма органично впишется в ряды коммунистической партии, представляя тут интересы, если будет представлять, в ЗАГС собрании. Он же может и не быть членом. Ну, по факту он сейчас этим занимается, представляет интересы коммунистической партии, выдвигаясь от соответствующей организации. Ну, он замечательный специалист. Каким он будет политиком, я не знаю. Время покажет. Но, тем не менее, тот опыт, который у него есть, думаю, что будет востребован не только им. Но я бы, конечно, хотел видеть, если так будет не позволено сказать, в ЗАГС собрании новых молодых прогрессивных людей, которые не ориентируются на тот прошедший опыт, а беря все лучшее из системы, которая сложилась за 20 лет, которая была при СССР, безусловно, плюсы там были, но внедряли бы новые подходы и новые практики. Мир не стоит на месте, мир развивается, конкуренция растет. Если сегодня мы с вами более или менее конкурентных выпускников, скажем так, поставляем на рынок труда, то что будет завтра при неизменении курса, при неучете современного развития образования и экономики, в том числе я, чтобы дальше я не знаю, ориентироваться на прозападные, проамериканские технологии, мы не можем. Мы очень далеко. И по точке старта, да и вообще по менталитету. Поэтому нужно, безусловно, изучать опыт, который есть, и двигаться вперед. Тогда у нас будет успех. А у нас на этом истекает время вашего особого мнения. Особое мнение Олега Кассиевна, президента, председателя правления Кировского фонда поддержки предпринимательства и содействия, руководителя экспертной группы Кировской области, агентства стратегических инициатив. До новых встреч. Благодарю вас. До свидания. Всего доброго.